Отлично, тогда я сейчас включаю камеру, и мы начнём. Так, сейчас я ещё тут подпишу. Всем привет. Так, Ольга, сейчас сделаю возможность тебе говорить, чтобы можно было задавать вопросы. Я то не веду эфиры полгода, то, значит, у меня решила сделать себе каждый день по эфиру. Вот, у меня сегодня, нет, вчера был, со вчера по сегодня у меня первый день соляра. Соляра — это, я как раз хочу все 12 дней проводить прямые эфиры и рассказывать понемножечку, потихонечку про то, что такое соляр. И это можно будет применять себе в день рождения, потому что есть общие практики, которые может каждый человек для своего соляра использовать, а есть индивидуальные. Вот, я, конечно, всегда за индивидуальные, как астролог, как коуч, я всегда говорю, что девочки и мальчики лучше всего делать разборы индивидуальные по соляру и проживать так, как именно вам говорят звёзды. Вот, но иногда бывает, что там не успели, потому что соляр нужно заказывать за две недели точно. Вот, а то и раньше, чтобы успеть подготовиться. Или там, не знаю, для кого-то может быть дорого или что-то ещё. В общем, тогда хотя бы сделать общие рекомендации. И вот про общие, вообще про то, что такое соляр и общие рекомендации на первый день соляра мы сегодня с вами поговорим. Вот, буквально эфир хочу на 15 минут, не дольше. Ну, конечно, если будут вопросы, то, может быть, и затянем подольше. Вот, а так, ну, я планирую на 15 минут. Итак, поехали. Значит, что такое соляр в целом? Соляр — это... ...про солнце, но только не солнце как таковое, а это положение солнца, которое занимает... которое было в настоящее время, да, вот в день рождения, совпадает с положением солнца в момент рождения человека. То есть солнце, когда человек рождается, занимает определённые минуты, градусы, секунды. И в эту точку солнце возвращается только один раз в год. Это в день рождения. Иногда бывает чуть раньше, иногда бывает чуть позже. В 12.12, то есть время другое. В следующем году в другое время совсем будет соляр. Иногда бывает на сутки опаздывает, либо на сутки раньше наступает. Вот. Соответственно, это считается самым таким главным в жизни человека моментом. Главнее, там, я не знаю, вот мы все празднуем Новый год, и в Новый год мы там, когда бьют куранты, загадываем желания. Но с точки зрения энергии, с точки зрения астрологии, с точки зрения каких-то планетарных влияний, Новый год вообще ни о чём. Ну, то есть пустая дата, которая не имеет никакого смысла, никакой силы. Самое важное время для человека – это как раз-таки вот этот момент соляра. Вот эти 10-15 минут, которые важно прожить соответственным образом. И что делать? Это рекомендации для всех абсолютно. Что делать вот в эти самые 15 минут первого дня соляра? Ой, я хотела на запись поставить в Телеграме, а не поставила. Ну, ладно, поставлю в Инстаграме, надеюсь, сохранится эфир. Звезда вообще. Вот. Значит, и что важно делать вот в эти первые 15 минут соляра? Вот, что как раз, а что наоборот хотели бы реализовать в Новом году? То есть это прям такая вот медитация буквально на 10-15 минут о том, что было и что будет. И, соответственно, увидеть, может быть, какие-то свои достижения, увидеть каких-то людей, которые пришли в вашу жизнь в прошлом году, были рядом, поддерживали и внесли какой-то очень важный вклад в вашу жизнь. Увидеть какие-то свои недостатки, сформулировать намерения на то, чтобы это изменить в своей жизни. То есть, по сути, это такой некий трезвый взгляд на то, что у тебя сейчас есть, какими ресурсами ты обладаешь, какой багаж имеешь и куда ты идёшь, куда ты двигаешься. Дальше, в идеале, тоже в этот момент соляра, во-первых, его встречать определённым образом. Мне, например, вчера надо было ехать в горы. Я уже собралась, думала, в Красную Поляну, потом поняла, что нет, в Красную Поляну я не поеду. Думаю, хорошо, поеду на Ахун, на гору Ахун. Она хоть не самые большие горы в Сочи, но достаточно высокая точка. То есть моя задача по моей натальной карте, именно по моей персональной, важно было забраться высоко в горы, желательно туда ещё, где холодно. В идеале вообще самой забраться, не на машине приехать, а там альпинизм заняться. Но это как бы уже экстрим, я этим пока ещё не снимаюсь, но всё впереди, возможно. И приехать на большую, прийти на высокую точку и посмотреть вниз, увидеть масштаб, увидеть размах, который передо мной раскрывается. И в этом, вот именно сверху вниз посмотреть и построить какие-то свои амбициозные планы. Построить там планы даже не на один год, а на три, на пять лет. У кого-то, да, будет по расчёту соляра, и у кого-то будет, например, не знаю, отправиться в какой-нибудь храм, там, ашрам, где-нибудь наедине с собой, в тишине, там. А кому-то пойти на шоппинг, кому-то, не знаю, будет потусить с друзьями, кому-то работать. Мне вот пару лет назад было, надо было работать с дня рождения, я в свой соляр там прям работала. То ли поставила прямой эфир на это время, то ли поставила консультацию с клиентом. Вот, то есть это бывает по-разному. И, соответственно, вчера был в Сочи дождь, причём не просто дождь, а ливень такой жуткий. Он прям ровно начался тогда. То, что передо мной открывается, я не увижу. В итоге я решила не ехать на Ахун, просто дома всё то же самое сделала. У меня сейчас дом, где я жила, на горе находится. И так как он не так высоко, как Ахун, то видимость более-менее была. Вот, то есть я, в принципе, помедитировала, всё это сделала, но не так, как хотелось. Вот, дальше у нас, получается, после соляра наступает 12 дней соляра. После момента соляра вот этого наступает... Это всегда про внешний вид. Причём внешний вид, либо в социуме, смотря на зависимость от того, какие вы ставите перед собой цели. Если вы ставите цели, например, на социальную реализацию, на деньги, на карьеру, на выход в люди, на проявленность, тогда это всегда про мой внешний вид в глазах клиентов, в партнёрах, вообще в глазах социума. Если мы ставим цель на этот год, там, не знаю, создание семьи, выйти замуж, или гармоничное, там, отношение гармонизировать, да, там, что-то не то происходит в паре, в партнёрстве, тогда, а как я выгляжу в глазах партнёра, супруга, или в глазах мужчин в целом. Да, то есть мы вот это вот смотрим в зависимости от того, какие цели. Конечно же, строим обязательно коляра, это тоже рекомендация, это не рассматривается отдельно, да, то есть улеги, которые соляр делают, ну, вот, как я сказала, первый день, да, там, подумай про внешность, сделай колесо баланса, там, да, пропиши сильные и слабые стороны, ну, и там всё, на этом всё. Грубо говоря, второй день, про второй день мы поговорим завтра, потому что завтра у меня будет второй день соляра, поэтому мы поговорим про него завтра, но сегодня немножечко забегу вперёд. Хотя этот дом денег, он будет связан с другими домами, то есть через аспекты, через планеты, которые находятся во втором доме, да, в доме денег, то есть этот дом будет связан с другими домами, и, соответственно, это будет влиять, да, отсюда и идёт весь нюанс, как раз-таки в астрологии, в разборе натальной карты идёт как раз вот в этих взаимосвязи, не просто там в каком знаке находится какой-либо дом, да, или какая планета там стоит, а вот эта вот взаимосвязь и симбиоз, и это самое сложное для интерпретации. Так вот, например, да, если мы говорим про второй дом, дом денег, просто это на нём очень подробно и понятно объяснять, поэтому я про него сейчас поговорю. Вот, например, смотрим натальную карту кого-то, даже, например, моя натальная карта, да, посмотрим мою натальную карту, у меня в доме дом денег соединяется с домом, с седьмым домом, это дом партнёрства, то есть ко мне деньги приходят от других людей, от моего партнёрства, от взаимоотношений с другими людьми. Например, это, ну, клиенты, это, например, партнёрство, где-то я запартнёрила с кем-нибудь ещё, и мы начинаем совместные проекты, да, это партнёр, например, муж, который будет давать мне деньги, то есть вот такого формата. И, соответственно, если я буду прокачивать дом денег, ну, вот во второй день буду прокачивать только дом денег, писать финансовый план и никак не задействовать седьмой дом, да, то есть дом партнёрства, то я могу хоть там биться головой об стену, но денег в моей жизни больше не станет. Почему? Потому что важно мне прокачивать не только второй дом, но и седьмой дом, причём именно во второй день с целью получения денег. Вот, потому что мои деньги всегда приходят от партнёра, и мне нужно прокачивать седьмой дом. И так с каждой, с каждой, с каждой сферой. И здесь как раз-таки важна вот именно, ну, индивидуальный подход, смотреть, какой рисунок-то в вашей натальной карте у вас есть, да, соответственно, какие практики вам делать. Вам надо спрашивать там у народа, дайте денег, потому что, ну, чтобы вот эти транзакции сделать. Или вам в этот день надо пойти сходить на свидание, вот, или, вот там, не знаю, ещё что-то сделать, потому в зависимости от той картинки, которая будет у вашей натальной карты. Вот, это сейчас я объясню абсолютно все. И плюсом, и для чего вообще делает этот соляр, да, зачем. Любой здравомыслящий человек, да и даже эзотерики скажут, да, куда… Вернее, эзотерики в первую очередь скажут, куда фокус, да, внимание, туда и энергия. Соответственно, даже если просто мы подумали, там, не знаю, об отношениях, какие мы хотим видеть отношения, сколько денег хотим получать, из каких источников, то есть просто подумаем, уже нам станет от этого хорошо, да, то есть уже мы туда направим свою энергию, уже начнёт что-то для нас какие-то дверки приоткрываться, просто, даже если мы подумаем. Но это мы думаем не просто, мы думаем сложно через определённые практики, но мы думаем ещё и в конкретный день, в день, который отвечает за эту сферу. И думаем через определённые практики, которые прокачивают ту планету, которая отвечает за эту сферу в вашей натальной карте. То есть мы, по сути, берём, знаете, как, если там проводить метафору, если есть среди нас там верующие люди, да, верующие люди, то приходят, например, в храм и читают молитву, да, для того, чтобы, ну как, чтобы Бог, да, или Святой, кому мы читаем молитву, нас услышали и просьбу нашу исполнили. Но здесь то же самое. Когда мы делаем практики в соляр, мы как будто бы читаем молитву той самой планете. Ну, то есть не читаем молитву, мы делаем так, чтобы та планета, которая отвечает за эту сферу, нас услышала и услышала нашу просьбу, услышала наше желание и была для нас благосклонна. Мы как бы её задабриваем. Да, это я сейчас очень на таком упрощённом языке говорю. Вот, соответственно, мы делаем соляр все 12 дней для того, чтобы все 12 сфер нашей жизни прокачать, задобрить все... На всё можно, да, вопрос, хотите ли вы такой ценой? Я, например, точно нет. Я вообще за лёгкость, за удовольствие и за то, чтобы всё в нашей жизни, да, приходило легко. Соответственно, вот как раз-таки соляр, он помогает сделать так, чтобы всё в нашей жизни приходило легко, чтобы те желания, те цели, которые вы перед собой ставите, они реализовывались максимально эффективно. Год-то и был, 17-й год. Ой, подождите, да, 17-й год. Да, 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 это первый год, когда я сделала соляр. На 2017 год я проживаю соляр, и я тогда очень хотела переехать. Я тогда очень хотела куда-нибудь уехать, причём за границу. И в моей натальной карте в четвёртый день соляра важно куда-нибудь уехать. В идеале, чем дальше, тем лучше, но минимум 100 километров от места проживания. И я, значит, в тот четвёртый день тогда жила в Москве, далеко куда-то у меня не получалось, но я думаю, так, открыла карту, смотрю, что находится в радиусе 100 километров, чтобы подальше уехать, чтобы точно поехать путешествовать в этом году за границу, вернее, не путешествовать, а жить. Я увидела Ярославль, я там ни разу не была, поехала, купила билеты, поехала в Ярославль, причём одним днём, там не снимала ни гостиницы, ничего, просто одним днём. Вот, и самое прикольное, всё, я прожила 12 дней соляра, у меня день рождения в ноябре, в конце, а в начале декабря я лечу совершенно сейчас случайным образом, лечу отдыхать в Эмираты, я влюбляюсь в эту страну, и я решаю, что я хочу там жить. И в конце декабря я переезжаю жить в Арабские Эмираты. Складываются обстоятельства так, что там находятся знакомые, мне предоставляют жильё, потому что там аренда жилья к сумасшедшим денег стоит. Вот, то есть у меня складывается всё, что я просто беру и лечу, вот просто. И этот год я в сообществе Российской Федерации, я лично знала посла. То есть это прям, и это случалось само собой. Я начала там проводить, организовывать арт-вечеринки. Кто не знает ещё, кто со мной недавно знаком, эту часть биографии вы ещё обо мне не знаете. Вот, но я художник, самоучка. Причём вот, при этом учу других людей рисовать. Учила, сейчас уже этим не занимаюсь, продаю свои картины. И, в общем, там меня попросили организовывать мастер-классы по живописи и арт-вечеринки в ресторане, в общем, мне собирали людей, мне, значит, закупали, ну, в общем, это вот, я говорю, это самый идеальный год в моей жизни до 2017 года. Ну, потом-то у меня практически все идеальные, плюс-минус. Вот, следующий год, 2018, получается, у меня же всё хорошо, у меня же всё идеально, я же так классно выстроила свою жизнь, вообще всё волшебно. ...поработать надо, практики вот эти поделать все, запланировать всё. Вот, но зато потом весь год работает на тебя. Ну и, соответственно... А, поэтому называю волшебной таблеткой, потому что потом весь год реально работает на тебя. Да, и чудеса случаются весь год. Я, значит, в 2018 году такая, я не хочу делать соляр, ну, соляр, ну, 12 дней — это что-то гемо. Я поняла, ребята, я поняла, всё, соляр делаю, делаю. И я не могу сказать, что моя жизнь прям вообще каждый год — это прям вот, ну, такая вот идеальная картинка. Нет, сложности тоже случаются. Через сложности мы растём, через сложности мы трансформируемся. Но практически все мои цели, которые я ставлю, они случаются. Они сбываются и сбываются. Вот именно цели сбываются сами собой. Какая-то сложность, они где-то в других плоскостях всегда лежат. Не там, где я ставлю цель. Вот это для меня всегда интересно. Это ещё, наверное, зона моего какого-то роста. Это понятие, как вообще, как заранее узнать, где сложности и соломинку подстелить. Вот, в общем, для этого делают соляр. Для того, чтобы цели реализовывать легко, быстро, экологично и максимально эффективно. То есть заручаемся поддержкой звёзд, поддержкой планет и летим вперёд. Вот, в принципе, это всё, что я хотела сегодня рассказать. Я буду каждый день в утром, в 9 утра выходить в эфир, рассказывать про соляр, про каждый день подробненько. Если у кого-то есть вопросы, вы можете задавать, я с удовольствием отвечу. Так, микрофончики есть у всех. Да, я всем разрешила говорить, так что можете, если есть вопросики, задавать. Так, а в Инстаграме я завершаю эфир. Всё.